Я много читал раньше о том восторженном настроении, которое якобы царило в Петрограде, и не нашел его нигде. Так вспоминал годы революции легендарный военачальник русско-императорской армии Антон Деникин. Ровно сто лет назад резко изменился жизненный уклад целой державы. Для одних это стала трагедией, для других – началом пути к светлому будущему. В годовщину февральской и октябрьской революции самарцев приглашают в музей Модерна. В буквальном смысле прогуляться по лабиринтам того времени. «Давайте хлеба, долой царя, да здравствует республика!» Эти революционные лозунги будто перебивают и перекрикивают друг друга. В бесшумном помещении, читая на стенах цитаты, словно слышишь голоса той шальной экохи. И вот внезапно под ногами гостей появляется сообщение об одном из главных событий того времени – отречении царя от престола. Мятежный взрыв, сколыхнувший всю страну с первых дней массовых восстаний. На стенах импровизированного лабиринта – фотографии с грандиозных митингов в Петербурге, цитаты революционеров и защитников самодержавия. «Мы просто изучали какие-то мемуары и выписывали цитаты. Стенатписи, они, видите, в таком эмоциональном тоже ключе сделаны. То есть, не трафарет, а такие, да, труки написаны. Ну, что фиксирует в них эмоцию. Попытка была сделана вот такими экспозиционными, такими решениями, эту эмоцию как-то вызвать». Нарастающее напряжение, попытки по-иному осмыслить одно из важнейших событий в истории страны. По мере приближения к октябрю экспозиция будет меняться. Кульминация взрыва ждет гостей Музея Модерна в день столетия Октябрьской революции. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.